Всем привет! Сегодняшний обзор посвящается по большей части плиточникам, тем, кто работает профессионально или тем, кто только собирается. Вот. Сейчас буду показывать шикарное приспособление, не побоюсь этого слова, для зарезки углов под 45 градусов. То, что придумали китайцы. Поставляется вот такой небольшой коробочке. Здесь мы видим насос для водяного охлаждения диска, специальный разъем, который подключается одновременно, и насос, и плиткорез. И во время того, чтобы насос постоянно не работал, насос включается в тот момент, когда включается плиткорез. То есть вода поступает именно тогда, когда работает плиткорез. Соответственно, шланг с краником такой. Ну и само приспособление. Вот такая площадка, которая заточена именно под зарезку плитки под 45 градусов. Но, один момент. Она родится только для подобных плиткорезов. Потому что здесь сделаны специальные крепежные элементы, чтобы поставить именно вот такой плиткорез. Не знаю, можно тут что-то еще поставить. Не в курсе. Но в Китае очень распространены такие плиткорезы. Да я и смотрю, в наших магазинах есть такие. Но читаю отзывы, и просто люди пишут, что хрень полная. Но это люди пишут те, которые как бы не поняли, как им правильно работать, и для чего такой плиткорез нужен. Я специально брал именно такой. Почему? Сейчас немножко по плиткорезу скажу. Во-первых, сюда можно поставить не только диск по камню. Сюда можно поставить диск еще и по дереву. Во-вторых, для этого плиткореза я нашел все комплектующие, чтобы сделать полноценный станок для резки плитки. Вот. Отдельно станок покупать это очень дорого выйдет. Потому что он в Китае стоит порядка 2-3 тысячи юаней. Плюс доставка. Он еще тяжелый. Соответственно, я решил на основе этого плиткореза, тоже фирма WORX, моя полюбившаяся фирма, 13 тысяч оборотов в минуту, 1250 ватт. И на основе этого плиткореза я сделаю полноценный станок. Но это будет позже, когда все комплектующие я уже нашел, они уже едут. И как это работает? Видим здесь ролики. Плитка становится таким образом. То есть площадка. Обращаю внимание. Со всех сторон. Она очень плавно едет по плитке. То есть упирается со всех сторон. И сбоку, и сверху. И под углом уже запиливается под 45 градусов. Есть подобные просто железячки, я видел. Но без ролика, без ничего. То есть надо по плитке ее вести. Что, во-первых, неудобно. Во-вторых, можно поцарапать саму плитку. Лянутую поверхность. А здесь все на роликах. Сейчас я все соберу. Покажу, как это в действии. Как можно легко и просто зарезать плитку под 45 градусов. Ну вот все подключил. Поставил диск, поставил плиткорез. Вот так вот он выглядит. Тут все можно сделать, ну, настроить выпуск. Насколько диск и какой... Ну, зависимости от толщины плитки. Чтобы подобрать правильный рез. Мотор самый обычный. Ну, такой же, в принципе, как в машине в умывателях. Шланг. Ну и во время работы включается, поступает вода. Сейчас включу, покажу. Нужно обязательно, перед тем, как работать, прогнать плиткорез, чтобы вода поступила из шланга. Сюда уже начала выходить из краника. И только тогда резать. Чтобы на сухую не резать. И все, потом ставится. Сейчас вот так. И пошел резать. Приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрим. Идеальный рез под 45 градусов. Видно, что тут говорить. Без лишнего шума и пыли. Как говорил Папанов. Ну, так вот. Это приспособление будет в магазине продаваться. Я, признаться честно, его покупал себе. Но потом наткнулся на комплектующий для того, чтобы собрать полноценный станок. Я все-таки решил сделать станок. А там уже есть поворотный механизм для запиливания плитки под 45. Соответственно, он мне уже как бы и не нужен. Поэтому я его выставлю в магазин на продажу. Но если кто-то заинтересуется еще приобрести, то уже только под заказ. Стоит он там 200 с лишним юанью в Китае. По весу он легкий. То есть, наверное, около килограмма. Даже, может, меньше выйдет. Вот так. А то иногда смотрю видео. Кто как извращается, зарезает, то болгаркой на глаз. Режет, шлифует плитку. И все равно не поймаешь ты 45 на глаз. А это уже все сделано так, что ты уже не ошибешься. Рез вообще идеальный. Ну вот, собственно, и все. Приспособление действительно полезное и нужное. И уже я много всяких пересмотрел, если честно. Там есть даже такие большие. Просто сваренная конструкция. Ложится плитка под 45. Таким же плиткорезом зарезается. Но я не стал его брать. Почему? Потому что плиткорез получается примерно в таком положении как-то. То есть, когда подается вода, он все равно будет на плиткорез попадать. А здесь нет. Но как китайцы режут? Когда я смотрел обзорное видео, вот именно этим приспособлением они ставят плитку под 45 градусов примерно. Она у них вертикально вот так стоит. И сам плиткорез. И получается как бы ровно вообще идет. Вот так вот это. Вот так вот получается. Камеру не получается. Сейчас. Так, что у нас тут видно? Соединим. Вот. Они ставят где-то временно вот так вот плитку. Вертикально почти. А плиткорез вот так вот. И ровно режут. Вот так. Ну я сделал, потому что на стол у меня... Ну... Не стала заморачиваться, чтобы его поставить. Просто на стол и показал, как работает это приспособление. Вот. Крепеж тут обычный, с регулировкой. Сюда вот на эту площадку ставится сам плиткорез. И подгоняется уже размер. То есть они под разные плиткорезы приспособлены. Вот. И можно выпустить диск больше-меньше в зависимости от толщины плитки и как вам нужно сделать. Вот, в принципе, и все. Будут вопросы, спрашивайте. Добавлю ее в магазин, и будет ссылка на этот товар. Кто желает, может приобрести. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok кальчик-убтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и на 8-7-8-8-8-15-8-15-8-8-15-8-8-15-8-15-8-15-18-8-18-15-18-18-18-18-27-18-28-18-18-18-18-20-18-18-18-18-18-18-18-19-18-18-17-18-18. Это из-за карты. 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 Это из-за карты.